Алифтина Веснина живет с кошками Мурка и Мусей в квартире, которая больше ей не принадлежит. 70-летняя женщина взяла кредит в конторе «Сибирская народная казна». При заключении договора бабушка наивно оформила сделку купли-продажи ее квартиры. А потом из квитанции за услуги ЖКХ узнала, что у жилья появился новый владелец. Я надеялась где-то через 4-5 месяцев вернуть деньги. И еще спрашивала, говорю, а если я не смогу за это время отдать, ну пока будете отдавать проценты, квартира ваша. Суд не сразу встал на сторону Алифтины Весниной. Женщине пришлось бы покинуть квартиру, но на последнем заседании дали отсрочку до 30 апреля 2019 года. Кроме того, руководитель Сибирской народной казны Роман Тюленев поменял статус подозреваемого на обвиняемого. Кстати, история с Алифтины Весниной не первый инцидент, когда квартира пенсионера оказывается в руках Тюленева. В подобных случаях только в Барнауле, в Новосибирске около 10. А ведь многие пожилые люди не идут в полицию, боятся расправы. Известно, что уже одна пенсионерка, которая тоже стала жертвой Сибирской народной казны, скончалась от сердечного заболевания. В силу своего менталитета они верят в справедливости, их вроде как не могут обмануть, да, наверное? Они полагают так. Поэтому, когда они носили денежные средства как проценты по займу, в большинстве эпизодов, в большей части, им никто не давал ни одной квитанции. Адвокат Алифтины Татьяна Панина говорит, что шансы вернуть квартиру еще есть. Также юрист добавляет, что сейчас прокуратура и суды стали намного серьезнее относиться к мошенничеству контор по микрозаймам. Ирина Корчагина, Наши Новости.